Вести дежурная часть готова подвести итоги недели. В студии Андрей Шустав. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. В Котельническом районе несколько дней продолжались масштабные поиски 4-летнего мальчика. В Кирове выявили очередной магазин, где велась продажа алкоголя с нарушением законодательства. И сотрудники органов следствия отметили профессиональный праздник. Лучших из лучших наградили. На неделе в центре внимания общественности оказалась история исчезновения юного жителя Котельнического района. Несколько дней продолжались масштабные поиски 4-летнего мальчика. И в итоге усилия увенчались успехом. Суббота, Молотникова. Родителям Кирилла надо было отлучиться по делам. Мальчика оставлялись с бабушкой. Елена видела, как сын побежал за машиной и сразу позвонила домой. Бабушка говорит, что она увидела, что он в гору побежал, а у него газ был как бы включенный. И она вернулась домой, чтобы газ выключить. Этих минут хватило, чтобы шустрый малыш скрылся из виду. Соседи подтвердили, что мальчик достиг горы, но бабушка так и не смогла найти его. Кирилла сначала искали родные, потом позвали на помощь соседей. Когда к вечеру поиски не увенчались успехом, обратились в полицию. К этому моменту уже 5 часов ребенок был неизвестно где. Был поднят личный состав межмуниципального отдела Котельнического. Общее количество задействованных сотрудников было 170 человек. Более суток стражи правопорядка, волонтеры, отряд «Лиза-Алерт» и местные жители искали ребенка. Всего в поисках принимали участие 250 человек. В окрестностях села были осмотрены все колодцы и строения. Заходили в каждый дом, заклядывали в каждый угол, прочесывали лес. И обнаружили мальчика у заброшенного села Игумного. Нашли около реки, недалеко от заброшенной деревни Игумного, Котельнического района. Жив-здоров. Рад был, да, очень. Рад был видеть людей. Лежал в траве, крикнули, он встал, поднялся и все. Подошли к нему на пыль и чаем, взяли на рык и унесли до машины. По разным сведениям, малыш прошел от 3 до 6 километров. По словам юного путешественника, он ночевал под кустом. Бригада медиков осмотрела ребенка. Столь тяжкое испытание не отразилось на его здоровье. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, дорогие мои, вам низкий поклон от меня. Светлана Вертилецкая при содействии пресс-службы регионального управления МВД, Вести Кировская область. В Кирове ищут подозреваемую в краже сумочки из бара. Хищение было совершено 11 июля 2015 года около 1 часа 30 минут в баре на улице Молодой Гвардии. Одна из посетительниц заведения переходила от столика к столику. У одного из них она заметила сумку, оставленную хозяйкой без присмотра. На несколько мгновений женщина остановилась, поставила на скамейку свой пакет, а потом забрала из свой пакет и чужую сумочку, в которой находился сотовый телефон и кошелек с 5000 рублей. Приметы подозреваемые. На вид 25 лет, рост 165-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, забраны в хвост, носит прямую челку. Если вам что-либо известно о личности местонахождения подозреваемой, сообщите об этом по телефону 64-5209 или 02. В Кирове выявили очередной магазин, где велась продажа алкоголя с нарушением законодательства. Помещение не соответствовало требованиям, предъявляемым к объектам, занимающимся реализацией пива. Индивидуальный предприниматель организовал продажу алкоголя в торговой точке площадью 14 квадратных метров, а по постановлению правительства области она должна быть не меньше 50 квадратных метров. Также продажа алкоголя велась в запрещенное время, после 23 часов. Сотрудники полиции изъяли более 300 литров пива на сумму свыше 34 тысяч рублей. На продавца индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях. Нарушителям грозят штрафные санкции от 1,5 до 10 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Районное звено полиции будет только укрепляться. Такое заявление сделал начальник регионального управления МВД в ходе посещения пижанского и советского районов. Константин Селянин познакомился с результатами работы полицейских по предупреждению о раскрытии преступлений. Обратил внимание на условия содержания доставленных и задержанных лиц и поинтересовался мнением местных жителей прокуратуры о работе полиции. Полковник особо подчеркнул, что предстоящее сокращение численности личного состава у МВД не коснется территориальных подразделений на районном уровне. Даже наоборот, они получат дополнительные резервы для оптимальной организации работы дежурных частей и других служб, работающих непосредственно с гражданами. Сотрудники органов следствия отметили профессиональный праздник. Лучших из них наградили. Напечатать сотни страниц уголовного дела, провести допрос подозреваемых и свидетелей, который иногда длится целую неделю по 8 часов в день. Их профессия только в кино сродни приключению. На самом деле это кропотливый труд. Ульяна Корсакова прошла уже школу следователей и теперь руководит отделом по приему граждан. Я большую часть работала следователем. Это более интересно, наверное, работать. Потому что ты непосредственно помогаешь гражданам во всех моментах. А работать с гражданами, принимать их обращения, мы их принимаем, разрешают уже по существу непосредственно тот или иной исполнитель. Лично уже в данном случае помочь человеку мы не можем. Следственному управлению уделяют особое внимание обращению граждан. По каждому должно быть принято объективное и окончательное решение. Ежедневно к нам поступает более 15 обращений граждан. Лично на личный прием приходят от 5 до 8 человек ежедневно. Каждого человека мы принимаем, общаемся с ним. Ни одно обращение, ни одно заявление не оставлено без внимания. Работе следственного управления сегодня во многом помогает опыт предыдущих поколений следователей. Поэтому особые слова благодарности ветеранам. Сплоченный коллектив – еще одна составляющая успеха. В следственно-оперативных группах работы получаются только если каждый выполняет задания качественно. Стоит отметить, что следственным комитетом организован выезд руководителя к гражданам. Это удобно для граждан, допустим, которые проблемы здоровья, малоимущие граждане, которые не могут добраться до следственного управления по городу Кирову. Свой профессиональный праздник следователи принимали поздравления и награды. Ведомственная медаль, нагрудные знаки, почетные грамоты. А некоторые – офицерские погоны и новое звание. На этом все. Берегите себя и своих близких. Удачи и до встречи на телеканалах России.